Именно так выглядела бы мастерская Папы Карла в 21 веке. Идея заняться производством игрушек из дерева пришла Михаилу спонтанно и поначалу не воспринималась как способ заработка. Зародилось это производство три года назад, когда моя жена попросила меня купить игрушку для моей дочери. Посмотрев, что сейчас возможно приобрести, я понял, что того продукта, который бы я хотел купить своему ребенку, на данный момент на рынке нет. И попытался изготовить то, собственно, что хочу. То есть мне, я разработал чертежи и передал их в мастерскую, где изготовили мне первый домик. Очень понравилось моим знакомым, жене понравилось и вот решили начать заниматься в свободное время. Постепенно мастерская расширилась до небольшого производства, стала занимать больше времени и приносить доход. Из хобби превратилась в работу. Сейчас у Михаила в штате четыре сотрудника. Больше и не требуется, считает предприниматель, когда всю самую кропотливую работу выполняет современная техника. Здесь все делалось из расчета того, чтобы минимизировать ручной труд и максимально отдать, особенно повторяющиеся операции, это машинам. Все-таки это наше будущее. Что касается и непосредственно этого производства, здесь все сделано своими руками в свободное время, когда это еще было хобби. Ну и, соответственно, все станки, вытяжки и так далее, это все было изготовлено в свободное от работы время и уже сейчас это монетизирует. В четверг производство игрушек посетила Ивановский бизнес-гид Евгения Соколова. Новый проект поддержки малого бизнеса существует на территории областного центра уже почти год. Бизнес-гид – своеобразный проводник между руководством города и предпринимателями. А это взаимодействие дает возможность продвигать продукцию и найти новые направления сбыта и новые бизнес-связи, получить бюджетную поддержку. В ближайшее время будут включены в региональный каталог экспортно-ориентированных предприятий. Ну и впоследствии ребята займутся сертификацией своей продукции, вновь созданной. Я думаю, что у них будет большая, высокая возможность воспользоваться мерой поддержки муниципальной, а именно субсидировать часть своих затрат на произведенную сертификацию. Те или иные меры поддержки требуются большинству, даже достаточно крупных компаний. Чего уж говорить о микропредприятиях. Михаил вот задумал прорубить для своего бизнеса окно в Европу. Но это потребует отдельной строки расходов на выставочную деятельность за рубежом. Мы очень хотим попасть на международные выставки. И нам сейчас правительство Ивановской области и экспортный центр оказывают в этом содействие. Мы сейчас приступили к сбору документов, необходимых для организации выставки, для организации поездки на выставку. Выставка пройдет в немецком городе Кёльн осенью. Если удастся принять в ней участие, микропредприятие выйдет на европейский рынок и, вероятно, избавится от приставки микро. Ведь экологичные игрушки из дерева там чрезвычайно востребованы. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова